Определить в честной и конкурентной борьбе, кто самый теоретический и практически подкованный юидовец, приехало 9 команд победителей зональных соревнований среди юных инспекторов дорожного движения. На 42-й съезд слет конкурса прибыли лучшие помощники сотрудников госавтоинспекции из Драгичина, Малорита, Иванова, Матыкал, Барановича, Ивацевича, Ганцевича, Пинска, а также была представлена команда «Брещан». В команде учреждений образования входит 8 человек. Это 4 девочки и 4 мальчика возрастной категории с 10 до 12 лет и 13-15 лет. Это наши юные помощники, юные инспекторы дорожного движения, которые оказывают содействие инспекторам госавтоинспекции в обеспечении безопасности на дороге. Ребята проводят профилактические мероприятия различные, как в дошкольных учреждениях образования, так и в трудовых коллективах, предприятиях, учреждениях, организациях и вместе с нами борются за безопасность людей на дороге. Многие из этих ребят уже не в первый раз стремятся взойти на пьедестал почета, но есть и новички в этом деле. Правда, все без исключения прошли серьезную подготовку, чтобы дойти до областного этапа. В нашей команде 8 человек. Это абсолютно с разных классов. Есть 9-го, есть даже с 4-го класса девочка. Ну, как бы мы разного возраста все, но очень дружные. Сначала у нас были районные соревнования, на которых мы победили. Потом зональные соревнования, на которых мы тоже победили. И мы очень сильно готовились к областным соревнованиям, чтобы попасть на республику. Мы ездили на велосипедах, учили правила, учили медицину и многое другое. Это такой интересный конкурс. Жалко, что о нем знают немногие. Но реально классно, потому что можно и потанцевать, и попеть песни. И для себя же лучше, когда ты можешь помочь человеку в трудную минуту. И правила дорожного движения знать это тоже очень надо. Мы учились ездить на велосипеде, учили медицину, учили правила дорожного движения, выступали на гидбригаде и учили другое. Для меня это очень полезный опыт. Я считаю, что я буду и дальше участвовать. Ведь командная игра – это очень, очень интересно. Я позываю всех, чтобы тоже участвовали. Каждую команду юных инспекторов дорожного движения легко отличить. Ребята не только постоянно держатся вместе, но и одеты по форме. У каждого она своя. Но все без исключения носят ее с гордостью. Оно и понятно, ведь быть частью форума с многолетней историей – почетно. На протяжении долгого времени, а именно 42 лет, конкурс является хорошим подспорьем в деле воспитания подрастающего поколения. Но и не только в этом. Эти мероприятия традиционны, и они способствуются тому, чтобы наши дети хорошо знали правила движения. Это в первую очередь их безопасность. Они показывают как теоретические навыки, так и практические. Это вождение на велосипедах, это оказание первой медицинской помощи. Этапов достаточно много. И подготовка с каждым разом на соревнованиях все лучше и лучше. Поэтому я хотела бы сегодня пожелать всем нашим участникам успехов и победы. Но победу одержать могут не все, а только самые лучшие знатоки правил дорожного движения. Определить таких среди девяти команд участниц смогут по итогам конкурса. Задания легкими не назовешь. Юидовцев проверяли на теоретические знания в области дорожного движения и практические навыки оказания первой медицинской помощи, а также креативность и творческое мышление при подаче материала. Ребята будут соревноваться в следующих конкурсных дисциплинах. Это конкурс газета, оказание первой помощи пострадавшим, осудить которые будут представители белорусского красного креста, внимательный участник дорожного движения, фигурное вождение велосипеда, конкурс газета и агитационно-художественное представление, пропагандирующее соблюдение правил дорожного движения. Следующий этап – республиканский. Он пройдет в Витебской области с 25 по 29 мая. По результатам конкурса поедет на него команда из деревни Большие Мотыкалы, которая попробует подняться на пьедестал почета.